Шивья Сапуджа, Бразилия, 12 января 2010 год. Любой Ачария в день своего явления, он поклоняется Гуру Парампоре. Гуру Бьяш Пуджа, это называется Бьяш Пуджа. Бьяш Пуджа, это не просто день, когда Гуру или Ачария, он принимает очень много подарков от своих учеников. Нет, это день, когда любой Ачария, Гуру Дев, он восседает на Асане в Ясадева. Он поклоняется Гуру Парампоре и обещает, что он будет следовать по пути ученической преемственности. Он совершает Пуджу, Сей Гуру Парампоре. Это называется Вьяш Пуджа. Что такое Вьяш? Если вы поставите точку в середину окружности, то линия, которая пересекает точку и соединяет две стороны окружности, называется Вьяш. Вьяш — это тот, который проповедует во всем мире. Он несет послание всему миру, что мы являемся частичками Кришны, Его вечными слугами. Но мы забыли об этом. Поэтому тот, кто восседает на Вьяш Асане, это тот, кто проповедует эту миссию во всем мире, что мы являемся вечными слугами Кришны. Сейчас мы забыли об этом. Иллюзорная энергия Махамая, она полностью захватила нас. Тот, кто следует этим принципам, он всегда будет пометовать о святых именах Кришны. По милости, Сад Гуру Дева, необыкновенной Личности, он будет воспевать святые имена с помощью процесса Бхакти-йоги. Но вначале вы должны знать, что такое Бхакти-йога. Упражнения тела — это не Бхакти-йога. Сейчас во всем мире это очень распространено. Все занимаются йогой. Но истинная йога — это соединение одного с другим. Это связывание. С одной стороны, это обусловленные души, которые забыли о Кришне. Они находятся в этом мире несчастья и страданий. А с другой стороны, это Сам Шри Кришна. Истинный Духовный Учитель Он соединяет, связывает их с самоотношениями и помогает вознестись до Галупи Вриндавана и занять их служением в Шри Матератхаране и в Шри Кришне, в Божественной Чете. Шри Кришна, Он очень, очень милостлив. Иногда Он приходит вечно со Своими вечными спутниками, А иногда Он нисходит в воплощенной форме Гурудева, Ачария, как, например, Романа Уджия, Матхава Ачария, Лишну Слами, Небодити Ачария, Матхавендра Пури Пат, как в Сочетании Махапрабу, Будучи являясь Верховной Личностью Бога. Он шел от двери к двери, если Вы не можете ко Мне прийти, Вы забыли о своих взаимоотношениях с Кришной. Я пойду сам от двери к двери и буду просить Вас, чтобы Вы приняли процесс в Бхакти-йоге и смогли обрести служение Кришне. Шри Кришна, Он очень милостлив. Он является Богом всех Богов. Шри Рамачандра, Шри Нарасим Хадеев и другие инкарнации. Шри Кришна, Он приходит Сам в форме Нарасим Хадеева, Шри Рамачандры. Он ничем не отличен от них. Шри Кришна, Он очень милостлив. Он Бог всех Богов. В одно мгновение Он может разрушить эту Вселенную и создать миллионы Вселенных в одну секунду. И Он без причинно милостлив. Он вложил все Свои качества в святые имена для того, чтобы обусловленные души этого материального мира могли вернуться к Нему. Он вложил всю Свою силу, все Своё могущество, все Свои божественные качества в эти 16 святых имен. Святое имя, оно еще более могущественнее даже, чем Сам Кришна. Оно настолько милостиво. Он пришел и даровал эти святые имена тем душам, которые совершенно позабыли о Нем на этой земле, наполненной несчастьями и страданиями. из-за Своего сострадания Он даровал человеческую форму жизни, потому что лишь только в этой человеческой форме жизни Вы можете прийти в Саду Санго. И общаясь со святыми Вы сможете реализовать что Вы являетесь священными слугами Кришны. Шри Кришна Он даровал эту бесценную и ни с чем несравнимую жизнь. Но она очень короткая смерть. Она постоянно танцует на наших головах. Когда придет смерть никто не знает. смерть не знает. Смерть даже в юном возрасте никто не знает когда придет смерть. поэтому обретите совершенство в жизни. Практикуйте бхакти-йогу. Даже полубоги они мечтают воплотиться в человеческой форме жизни. бхарх бхоми тахай ла муни ше джан ма джан ма сап тх кри тар пара пара а в особенности они хотят открыть святые места такие как в риндава навадвипа джаганадхапури тот кто не следует процессу бхакти-йоги даже если он является президентом Америки Индии или других стран России например они очень могущественные и даже любой премьер-министр все не очень богатые но смерть она ни с чем не считается существует вечный принцип вы должны составиться вначале вы находитесь в детском возрасте в юном возрасте в зрелом а затем придет старость и тогда вы поймете насколько много трудностей и проблем вас ожидает в старости я реализовал это мне уже исполнилось 90 лет шинавьесадеев он все объяснил в особенности в брахмасутрах брахмасутрах вы не сможете понять поэтому он составил пураны махатхарату а в махатхарате он выделил шьематбхагаватгиту но он был не удовлетворен в своем трансе он увидел шьематбхагаваттам например как обезьяна собака и в других формах а если он придет в форме коровы кто-то убьет его и съест его плоть будьте готовы к этому тот кто не совершает бадж это же так просто воспевайте святые имена мусульмане многие они упражняются очень много прикладывают большие усилия но это не поможет милость Кришны она приходит через святые имена я пришел к вам для того чтобы напомнить вам об этом и вдохновить не забудьте что святое имя оно настолько несравненно драгоценно что весь мир он не может сравниться с ним вы можете воспевать утром днем вечером ночью с малой без малой громко тихо даже если вы в воскрелом состоянии без малой воспевайте святые имена я прошу вас всех развейте очень сильную веру святые имена и проповедуйте все что вы услышали от меня мое послание проповедуйте во всех уголках мира спасибо спасибо